Приветствую, друзья! Солдаты-срочники теперь участвуют в боях против ВСУ. И это точно уже больше не случайность. Очевидно, использование военнослужащих в срочной службе становится заменой новой мобилизации. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать своего отечества даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Этот мужчина, бесстрашно отправляющий чужих детей на смерть и говорящий, что дети россиянам нужны только если они пушечное мясо, Апти Аладдинов, глава чеченского формирования Ахмат. Пусть вас не смущает его бравый вид и камуфляж. Сам Аладдинов в бой не рвется. Если помните, Кадыровский Ахмат как-то разминулся с ВСУ и боестолкновениями. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. А еще Аладдинов – заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, то есть один из главных политруков российской армии. А значит, использование срочников на войне с Украиной – это не личная инициатива главы кадыровского отряда, это официальная позиция Министерства обороны. Надеюсь, вы не забыли, как Владимир Путин в самом начале войны, в марте 2022 года, говорил, что срочники в войне не участвуют. В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся. Путин обещал, что привлекать призывников к боевым действиям не будут. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. И, конечно же, Путин, как обычно, соврал. Это выяснилось еще тогда, в 2022. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий. Само собой разумеется, и это было полной ложью. Российская армия не переставала использовать срочников в войне. Просто их перестали направлять непосредственно в зону так называемой СВО. При этом многих из них уговорами или угрозами заставляли подписывать контракты и бросали на передовую уже в статусе контрактников. С весны 2023 года в России разрешили заключать контракты с Минобороны сразу после школы и всего после четырех недель службы принимать участие в боевых действиях. Конечно же, четыре недели службы, подпись под контрактом, но они сразу превратят любого 18-летнего пацана в профессионального военного. Как бы не так. Вместе с тем тех срочников, кто не хотели заключать контракты, направляли в группировки прикрытия границ на территории России, в том числе в той же Курской области и в столовые части в Крыму и Севастополе, и вообще в регионах Южного военного округа. Что, как вы понимаете, на самом деле не сильно отличается от передовой. По подсчетам журналистов, за время войны достоверно известно о гибели как минимум 159 срочников. Это только те, про кого сообщалось в открытых источниках. На самом деле их гораздо больше. В частности, известно, что всего на войне убили почти полторы тысячи россиян возраста младше 20 лет. И, конечно, значительная часть из них были либо срочниками, либо теми, кого заставили заключить контракт во время службы по призыву. Но все же все это время сохранялась некоторая видимость соблюдения негласного правила. Срочники не воюют, этим занимаются профессиональные военные. Прошлым летом украинские диверсионные группы устроили несколько рейдов в Белгородскую область. И Путин тогда уверенно рассказывал, что в зоне СВО призывники не нужны. А вот на территории России они находятся и стойко выполняют свой долг. Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, она проходит по Новороссии и Донбассу. Как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Но в Белгородской области, Курской, на тех территориях, где вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они там присутствуют. И значит, они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество. Путин тут, конечно, лицемеет на камеру. Уже тогда и Белгородская область, и другие приграничные регионы России мало чем отличались от зоны СВО с точки зрения риска. За неделю до выступления Путина три срочника погибли в Белгородской области после обстрела. За две недели до выступления еще два срочника тоже погибли в их машину, попал снаряд. Выходит, чтобы погибнуть на срочной службе, нужно отправляться на оккупированные территории. Надо сказать, что вот я разговаривал с командиром батальона на Белгородском направлении. Я его спрашиваю, сколько у вас мобилизованных, а сколько этих призывников? Он говорит, все призывники. У меня нет мобилизованных вообще. Я говорю, как все ребята вели? Блестяще. Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул. А не дрогнули срочники только потому, что противостояли им небольшие группы диверсантов, которые и не ставили перед собой целью зайти и закрепиться на российской территории. И уже тогда было ясно, что укомплектованные срочниками и пограничниками силы вряд ли сумеют сдержать полноценный удар. И при этом нельзя сказать, что Путин не знал или не догадывался, что срочники в приграничных областях могут оказаться на фронте. Пропагандисты утверждают, что он еще в марте 2024 года знал о планах ВСУ и поручил заменить призывников на границы на спецназ. Ну вот, проходит пять месяцев, начинается полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область, и внезапно оказывается, что спецназа на границе как не было, так и нет. А есть те самые срочники, которые и оказались на фронте, и которые теперь либо погибают, либо массово сдаются в плен. По некоторым данным, несколько сотен солдат срочной службы находятся в плену. Как минимум несколько десятков пропали, их безуспешно ищут родственники. Начинают поступать первые некрологии о погибших. И несмотря на это, срочников из разных регионов продолжают направлять в Курскую область. С начала боев там, проект «Идите лесом» получил более 1360 жалоб об отправке или угрозах отправки срочников к границе. Каждый новый день поступает больше сотни таких сообщений. Не менее тысячи срочников уже перебросили под Курск. И это не случайность, это не сбой в армейской логистике. Срочники – это новое пушечное мясо этой войны. Вторжение ВСУ в Курскую область дает Путину возможность относительно легитимно начать использовать срочников на фронте. Ведь фронт теперь уже внутри России. Общественное мнение уже готовят к массовому участию призывников в боевых действиях. Мы все войны. Афганистан, Чечню, в кем вире? Ну, с ростниками же. Защищать свою родину, защищать свою землю – это абсолютно нормально. Люди идут в армию, дают присягу. И, соответственно, их обучают для того, чтобы они могли защищать землю. Да, конечно. И, конечно, нас готовят к приходу похоронок на срочников. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего. Вопрос – почему главный патриот от Минобороны и глава кадыровского отряда Алаудинов сам не стремится попасть в рай? Почему его сослуживцы из тикток-подразделения «Ахмат» не стояли насмерть на границе, а вместо этого героически освободили от лишних телефонов салон связи в райцентре Глушкова? Путину очень хочется успехов на фронте. Очень хочется продвинуться на Донбассе. И ради этого он готов на многое. Но солдат, готовых умирать, в удовлетворении его безумных геополитических амбиций становится все меньше. Добровольцы для российской армии кончаются. Даже за миллионные выплаты люди не хотят идти на войну. Регионы все больше поднимают ценник за каждого контрактника, но, видимо, предел достигнут. Те, кто хотел воевать за деньги, уже на фронте. Остается выбор – мобилизация или отправка на фронт срочников. Нет, конечно, Путин мог снять часть профессиональных военнослужащих с донецкого направления и отправить их под курс. Но ведь тогда нужно пожертвовать возможностью захватить еще 5-10 километров украинской территории. Нет, для Путина проще пожертвовать жизнями призывников. Вся путинская война против Украины – это бессмыслица для России. Нет и невозможно придумать ни одной разумной причины, почему надо бомбить соседнюю страну и захватывать ее территорию. Почему надо убивать украинцев. Поэтому все жертвы с российской стороны не имеют никакой высокой цели и никакого высокого смысла. Путин просто расходует российский народ в мясорубке несправедливой войны. Но даже на этом фоне отправка на смерть 18-летних мальчишек является отдельным преступлением против будущего России. Потому что еще одно поколение россиян станет поколением войны. Только в этот раз войны, которую развязала наша страна. Зачем вы и ваши дети нужны этой стране, если не хотите умирать на фронте, спрашивал путинский политрук Алаудинов. Во-первых, кто такой этот Алаудинов? Да и сам Путин кто такой, чтобы говорить за страну с тысячелетней историей. Они могут говорить и на самом деле говорят от имени своего режима, который действительно не нужен нашей стране. В отличие от молодых пацанов, которые нашей стране, наоборот, очень даже нужны. Если вы не готовы жертвовать своими детьми ради таких людей, как Путин и Алаудинов, то вам не нужна эта война. И они сами вам не нужны. Счастливо вам. Многие в России мирились с этой войной, потому что хоть срочников не отправляли умирать, теперь отправляют. Продолжение следует...